Всем привет! Вы смотрите канал Взял и Поехал. Мы находимся сейчас в Черноморске. И сейчас я вам покажу один из домиков, который мы здесь снимаем в комплексе, который называется Розмарино. Традиционно, приезжая в Черноморск, он же бывший Ильичевск, мы снимали жилье в районе городского пляжа. Но на этот раз решили остановиться вместе поспокойнее, в пяти километрах от центра города. Существенное отличие этого места – чистый полупустой пляж, в отличие от главного пляжа города, где всегда людей в два слоя. Наш выбор пал на отельный комплекс «Розмарин», двухэтажные домики которого оформлены в стиле Прованс, оснащены необходимой для комфортного проживания техникой и выходом на индивидуальную террасу с мини-лужайкой и зоной барбекю. Помимо этого, на территории комплекса есть парковка, детская площадка и, так скажем, недетский винный погреб. В пешей доступности работает мини-маркет, а шум развлечения, дискотеки и рестораны – в нескольких километрах, в городе. Топать до моря – около 700 метров. Само руководство отеля утверждает, что сильная сторона комплекса – тихий и спокойный отдых на свежем воздухе. Быстро прогуляемся по территории, она здесь небольшая, а потом покажу номер, который мы сняли. И пока не успели там набордачить, вы увидите, в каком оно все виде сдается. Показываю вам сам номер, мы уже здесь находимся. Правильнее будет назвать это все домом. Всего в комплексе здесь четыре таких двухэтажных домика и наш крайний, поэтому у нас есть дополнительное окно с третьей стороны. Вот мы зашли, здесь уже сразу гостиная с кухней просторная, прошли мы слева санузел, я вам какие-то кадры с него покажу. Особо экскурсии не нужно ему проводить. На первом этаже больше такая лаунж-зона, всего одно спальное место и диван, где в принципе тоже может кто-то уснуть, может быть даже нетрезвый. Интересная терраса, давайте туда пройдем. На террасе помимо лужайки и сосны есть мангал, который мы 100% будем использовать. Тут же дубовый стол, на котором уже стоит бутылка вина, которую нам подарили, оставили в подарок. Это местное вино, так и называется розмарина. Попробуем, расскажу где-то в комментариях. Основные спальные места находятся на втором этаже, сейчас поднимаюсь, чтобы их вам показать. Там будет две спальни, в одной из них просто две полуторные кроватки, этажерка, выход на импровизированный балкончик, там просто можно открыть дверь и покурить. Ну и кондиционер, конечно, показываю вторую. Вторая спальня чуть-чуть попросторнее и здесь уже двуспальная кровать, здесь для парочек. Можно еще сесть на пенек и съесть пирожок, если есть, конечно, пирожок. Сейчас с Андрюхой идем от розмарина к морю. Первый раз это делаем. До пляжа нам идти минут пять по таким прериям, по Техасу с Алабамой. Уже видим впереди море, ну что-то в этом есть, что-то в этом есть, но именно так для любителей дикого отдыха. Андрюха занял последнюю лавочку на этом пляже, но она, кстати, и первая, и последняя, поэтому нам очень повезло. Мы, получается, заняли все лавочки на этом пляже. С этой лавочки очень удобно и очень красиво. Можно встретить рассвет со своей второй половинкой, потому что открывается очень красивый вид на море. И, возможно, даже завтра мы со своими половинками приедем именно сюда. Со своими булками, в смысле? Андрюха, море! Пляж той части Черноморска, в которой мы остановились сейчас, мало чем отличается от пляжа Санжейки. Тоже не очень широкий. И обрыв. Обрыв в Санжейке, по-моему, выше, ну, в несколько раз. Уже не помню, был в прошлом году. Скоро поеду еще раз. Но обрыв тема прикольная чем? Тем, что во второй половине дня здесь появляется тенек, как сейчас. И можно в теньке укрыться и не тащить с собой зонтики, как многие делают. Уже 18 июня сегодня. И людей очень мало здесь, несмотря на то, что сезон стартует потихоньку. Много где он действительно стартовал. Мы видели отели, базы отдыха, где нет уже ни одного свободного номера. А здесь, на окраине Черноморска, вот так просторно. В самом Черноморске, если вы знаете, пляж постоянно забит. Ну, там очень плотная застройка. Там в основном местные жители зависают. Субтитры создавал DimaTorzok